США отвергли китайский план для Украины, но нет никакого плана. Какой документ из 12 пунктов, какой план? Это что за план вообще? Я вот вам прочитал, вы план увидели там? Там нет никакого плана, это так, болтовня. Просто они запустили дурочку, да, помните, как у Райкина, куры передохли, присылайте телескоп. Вот это то же самое. То есть им надо было что-то сказать. Они за всё хорошее, против всего плохого. И причём американцы... Ну я бы на месте американцев сказал, да, классно, вообще 5 баллов. Давайте, давайте, 5 баллов. Конкретные предложения. И всё. И они зря, твергли. Надо было говорить, да, да, прекрасно, прекрасно. Давайте, давайте, разберём. Сейчас встретимся, разберём ваши планы. И так далее, предложим всем. И что бы они предлагали? То есть любое их предложение, если бы оно носило конкретный характер, оно бы не было выгодно Путину. И там самое главное запутать вот этих вот чертей. То есть запутать Путина с Китаем так, чтобы они уже грызться начали между собой. А для этого надо кивать головой и говорить, да, прекрасный план, вообще 5 баллов. Ну там же нет ничего в этом плане. Так о чём тогда говорить? Ну надо говорить, что прекрасный, и пожалуйста, давайте конкретику. Вы давайте конкретику. Вот вы конкретику давайте. И всё. Они пусть конкретику эту дают. Они же хотели протроллить таким образом. То есть поймать информационную волну, рассказать, какие они миротворцы. Ну и дайте им возможность обосраться. И Блинкин, у США есть информация о том, что Китай рассматривает возможность содействия России. Да, Китай, всё содействие России, оно связано с поглощением России. Поэтому Блинкин, я думаю, имеет такую информацию. А вот различные СМИ пишут, у России нет возможности для подготовки сотен тысяч новых солдат или мобилизованных резервистов, и она не сможет оснастить их артиллерией и бронетехникой в 1923 году, если не произойдёт невероятных изменений в российской оборонной промышленности, не произойдёт. Или готовности российских партнёров, таких как Китай, предоставить летальную помощь в массовом масштабе. Может предоставить через Северную Корею, вполне допускаю, какие-нибудь и старые пушки, и снаряды, и что хотите, да. Так что у России, конечно, нет никаких мобилизационных возможностей, ну, моборезервы, это же не только люди, да. Вот поэтому, если уж транспорта нет, да. Я уж не говорю там про танки, про бронетранспортеры, просто машин даже нет. Россия ведёт переговоры с Китаем о поставке дронов к Камикадзе, пишет Шпигель. Нет, ну, может вести любые переговоры, но вы же понимаете, никакую более-менее приличную технику Китай России не даст. Что я могу сказать, да, что про дроны. Конечно же, они, китайцы, не дадут России современную оружию. Это лучшая задача Китая, чтобы Россия потерпела серьёзное поражение, потому что слабая Россия, Россия, которая находится, ну, которая является изгоем и находится в самом низу, это лучший союзник Китая. Поэтому, конечно, я думаю, что вот они пишут про какие-то беспилотники, неких беспилотников. Старые автоматы могут дать, и то через Северную Корею. Победа Украины будет уже в этом году, если все, включая западных партнёров, будут выполнять в полном объёме домашнюю работу, заявил Зеленский. Ну, я думаю, что даже если они не в полном объёме будут выполнять, всё равно путинскому режиму в этом году писец. В любом случае, Путина в этом году не будет. Мы его уничтожим. Там, я не знаю, те, кто выполнит домашнюю работу, уничтожат. Масса желающих. Поэтому его не будет в этом году. А вот я не думаю, что это мирный план. Мне кажется, что Китай просто высказал свои мысли. Зеленский заявил о мирном плане. Ну, он не хочет ссориться с китайцами. Ну, вы же понимаете, о чём он сказал? Какой нахер этот мирный план? Говно какое-то на палке. Да, это просто мысли Сы Цзиньпина, да? Апрельские тезисы, как из анекдот. «Пришло такое впечатление, что затишье в ожидании Украины, ты за Китай». Не, не за Китая. Украина ждёт, что Путин будет отковать. Путину отковать нечем, кроме людей. У него никого нет. Далеко на людях не уедешь. То есть, ну, это бессмыслица, да? Что ж, эти люди пешком, что ли, пойдут в атаку, будут прорывы устраивать. Это не техники, не оружие, ничего нет. Есть только одни люди, да? Ну, их там всех перебьют, конечно. А у Украины нет достаточно средств, чтобы начать прорыв. Ну, прежде всего, да, нужны танки, понтоны и прочее, прочее. То есть, они также по старинке воют. Я бы, например, придумал что-то другое. Ну, это уже как бы за кадром останется. Они воют по старинке. У них сейчас направление на Крым, туда-сюда. Я бы избрал направление на Брянске, на Москву. И, может быть, даже и не нужны были бы для этого танки. Организовал бы всё на более лёгком ходу, чтобы времени не терять. Чтобы в Москву приехать за несколько часов. Да.